Владимир Васильевич Куваев, труженик тыла, родился в 1931 году. В 1942 году, когда ему было 11 лет, умер его отец. Мать осталась с пятью детьми, и чтобы помочь ей прокормить семью, он устроился на подсобные работы в Москве. Во время войны помогал на стройке и в ремонте зданий. После перенесенной болезни Владимир Васильевич не ходит и не разговаривает уже пять лет. Ночью запел три часа песню. Подмосковные вечера. Ну, выливаются слова. Давай споем. Бо-бо. А? Споем? А-бо-бо. Временно исполняющий обязанности главы городского поселения Видное Александр Усков лично посетил Владимир Васильевича, чтобы вручить ему юбилейную медаль «70 лет победы в Великой Отечественной войне». Не плачь, не надо. У нас все будет хорошо. Мы будем жить еще с тобой. Долго, долго будем жить. Владимир Васильевич, администрация Ленинского района, администрация городского поселения Видное поздравляет вас с 70-летием победы в Великой Отечественной войне. вручает вам от имени президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина вот эту юбилейную награду, посвященную этой знаменательной дате. И желает вам, конечно, доброго здоровья. Еще долго жить. Не плачь. Рассказывать вот о тех трудных временах, которые были действительно в те годы. О своей жизни, о том, как строилась жизнь после войны. Ну и всех благ вам. Всех благ вам. Спасибо, дорогой. Спасибо. Эту ручку давай. Держите. В тот же день на дому вручили юбилейную медаль и Нине Тимофеевне Савенко. О чем здесь? Это вы рассказывали во время войны, да? Я рассказывала, а потом... Это наша газета. Это наша газета? Видновские вести? Да. Ну, надо же. Это надо в музей же отдавать такие вещи, чтобы в музее были. Ну вот. Чтобы люди читали. Ну, я вам хочу сказать, что вы совсем не изменились. А? Да? Да. Выглядите замечательно, как и здесь. Совсем юная девушка. В городе Видное проживает 1030 ветеранов Великой Отечественной войны. До 9 мая каждый из них будет награжден юбилейной медалью. Сегодня я посетил уже двух ветеранов войны. Действительно, это люди, которые прошли поля сражений. Они уже плохо видят или плохо говорят, или плохо ходят. Но все равно они вместе с нами. И каждому из них мы вручаем эту награду вместе с подарком в виде юбилейных часов, с символикой Ордена Отечественной войны, с Георгиевской лентой и с надписью в честь Великой Победы. Мы, конечно, говорим о том, что история, она должна быть такой, какая она есть. Со всей правдой, так как завоевана вот эта вот трудная победа. И вот эти ветераны, они действительно показывают и рассказывают нам, что были сражения, были муки, был фашизм. И вот этого фашизма нам главное не допустить. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Видное ТВ. Продолжение следует...